Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, попрошу всех минималистов выключить это видео, в особенности минималистов, которые, ну, никак не разделяют мою концепцию о минимализме, думают, что я постоянно на минимализме хайплюсь, потому что речь пойдет о моих покупках, всего две покупки, очень минималистичная закупка, речь пойдет о платьях. Это видео, кстати, будет интересно прежде всего тем, что я расскажу, что мне посоветовал итальянский витринист, мы, что называется, Абямо Фатто Амичице. Мы подружились, потому что он меня приметил уже не первый месяц, как он видит, как я снимаю напротив этого магазина, и он сказал, я тебя знаю, ты постоянно здесь снимаешь, он догадался, на самом деле, что я блогер. И я его спросила, спросила, как ты считаешь, вот мне 40 лет, у меня трое детей, с чем мне носить эти два платья, о которых сегодня пойдет речь, которые я купила. Ну и это видео совершенно точно не понравится, помимо моей минималистичной аудитории, также тем, кому не понравилась подборочка обуви, потому что это, в общем-то, из разряда той одежды, которую я очень люблю, в которой я себя очень классно чувствую, фэшн, и, на самом деле, речь пойдет о вещах очень и очень, что называется, с характером. Поэтому, в общем-то, если вам обувь моя не понравилась, то это видео тоже выключайте, дальше не смотрите. Итак, первое платье, я его вам уже показывала, вот оно, из кожзама купила, все очень и очень экономично. Из кожзаменителя, как, на самом деле, именно это меня и останавливало, но кожзаменителя, как кожу, так называемую, ее, как правило, можно стирать, и это явилось, скажем так, той точкой, которая стала решающей, потому что, конечно же, цена гораздо ниже, чем у обычного платья из кожи. Я очень люблю маленькие кожаные черные платья, короткие мини, либо классическое, так называемое, тубины платья, карандаш. Я очень-очень люблю кожаные юбки, я очень люблю кожаные блузки, кожу я вообще-очень-очень люблю. И могу сказать, что да, я хотела, конечно, бы, чтобы это был вариант из кожи, но эко-кожа и стоит дешевле, и самое главное, можно стирать. Поэтому на эту покупку я, в общем-то, решилась, и об этом платье, я думаю, уже многие мои зрители знают, потому что я показывала и во блоге, что это платье мне понравилось. И, соответственно, сказала, что я за ним вернусь. Сегодня с утреца, 14 февраля, это, получается, день 8, нет, день Святого Валентина, я сказала мужу, я поеду-поеду в Падуе, потому что я, как всегда, была без денег, а потом я встретила своего мужа, у которого были денежки, я сказала, слушай, я такое платье себе присмотрела, пойдем, я тебе покажу. Мой муж посмотрел на это платье, и получилась та же самая история, как с очками. Он сказал, уууу, фуу, с чем ты это будешь носить, а как это, да, это платье, да, это бахрома, это какие-то индийцы. Ну, вот началось вот это вот такое все. Я сказала, слушай, мне нравится, все будет очень хорошо, я себя в нем вижу. Он сказал, надо мерить, а я никогда не мерю вещи, которые я вижу, ну, либо прямо-таки они должны быть очень сложными в крое, но я обычно такие вещи не покупаю. Я совершенно точно знала, что это мое платье, ну, и началось, надо померить, посмотреть. Ну, я подумала, если я буду мерить, то тем более будет история, как с очками. Но самое главное, нам нужно было деток уже забирать, мы были вот прямо-таки, прямо-таки перед парковкой, про это, точнее, по пути на парковку. Ну, и в итоге я осталась без платья, но я сказала с утра, я, ты знаешь, падаю-то, поеду, поснимаю, поработаю, и платья себе куплю, и в итоге я его все-таки примерила. Почему? Да не знаю, просто мне захотелось взять и примерить платье. Посмотрите, как интересно это платье смотрится с черными колготками. Совершенно другой лук, действительно, с черными плотными колготками. Иногда черные плотные колготки нам в помощь, иногда, наоборот, безусловно, голые, загоревшие ноги. Это самое то, что нужно для полного счастья и полной красоты. Но пока ноги не загорели, конечно же, лучше их каким-нибудь капрончиком-то прикрыть в сетку, либо черные плотные колготки всегда нас выручат. Ну, что сказать, вот я такая красивая, шикарная, нахожусь в примерочной, шикарный магазин. На самом деле, меня оставили в покое, я мерила, сколько хотела. И на самом деле, я очень люблю магазины, когда тебя на самом-то деле, когда тебя оставляют, что называется, в покое, никто тебе молнию не предлагает застегнуть, никто не спрашивает, ну как вам, ну как вам. В общем-то, долго я была в примерочной, даже осмелилась выйти, как вы видите, в общий зал и заснять себя. Вот так вот я это платье увидела на себе. Но самое интересное, что я прихватила с собой еще одно платье. А что называется, как же это называется? Потому что, потому что это платье тоже из разрядов тех платьев, которые мне всегда очень-очень нравятся. И кто смотрит мой канал давно, знает, что я не рекомендую, не рекомендую, не рекомендую, не рекомендую покупать, что покупать, кружево. Потому что кружево у лица, оно как будто бы создает очень много хаоса у лица, как будто бы пестрит. Но я имею в виду вот такое кружево, когда оно просвечивается. Ну на самом деле, отвлекает от нас красивых это кружево и кожа, которая просвечивается. Но это платье на подкладе. Я бы на самом деле предпочла, чтобы и рукава были на подкладе, но рукава, ладно, рукава не на подкладе. Решила я его примерить. Вообще, подобные платья мне всегда очень нравились на других. Традиционно такие платья шьет Валентина. Но, правда, я видела в коротком мини-варианте всегда Валентина. Возможно, просто классический туби, но классическая длина серийного колена мне не попадалась. Ну и, конечно же, Dolce & Gabbana славится такими платьями. Во всех длинах он их предлагает. Во всех вариациях он их предлагает. И закрытые, и декольтированные, и как угодно. Но Dolce & Gabbana платье посадка, ну никогда мне не подходило. И, наверное, уже никогда не подойдет. Я не знаю, Dolce & Gabbana совершенно точно шьет платье не на меня. Не знаю, тоже радоваться или расстраиваться. Потому что можно порадоваться, что такое дорогое платье я никогда себе не куплю. В том плане, что не потрачусь на него. Денежки в кармане останутся. Но, с другой стороны, платье из кружева на подкладе с длинным рукавом. Полностью глухое, закрытое. Какого-нибудь темного бордо или темно-зеленого бутылочного цвета. Мне всегда очень-очень хотелось. Ну вот, нашла я такое платье в пинку. Безусловно, кружево самое простое и синтетическое. Но зато сидит как в литое. Сидит как в литое как раз-таки потому, что кружево эластичит заду. То есть, добавлен эластан. И, соответственно, никакие выточки особенные не нужны. Никакой сложный крой. Как у Dolce & Gabbana у Валентина. Потому что они шьют из настоящего кружева, которое макраме. Которое, соответственно, не имеет эластана внутри. Соответственно, эти платья действительно очень сложно посадить по фигуре. И, возможно, их можно посадить только на одну фигуру. А под все остальные, что называется, если не повезло, то нужно подгонять. Нужно где-то ушивать, специально нести мастеру и дорабатывать это платье. Ну, прекрасное платье. Как вы видите, все хорошо. Соответственно, я его тоже купила. Ну что ж, приступаем к самому главному. С чем посоветовал мне носить первый вариант витренист. Парень, большой молодец. Спасибо ему большое. Привет, если будет это видео смотреть. Он сказал мне. Точнее, он первое, что меня спросил. И, опять же, я хочу выпустить видео. Давно его задумала о том, почему нам сложно красиво одеваться. Так вот, одна из ошибок как раз-таки заключается в том, что мы не представляем, как мы хотим выглядеть. Иными словами, мы часто вообще не представляем, куда мы собираемся в этих вещах идти, если речь идет о покупке какой-то вещи. Он сразу меня спросил. Ты собираешься носить его вечером? То есть, для какой-то окази? Перо-казионе. Ай-пре-звукой-сто-абиту. То есть, ты купила для какой-то окази это платье. Либо днем. Я сказала, слушай, я мама троих детей. Мне, конечно же, вся моя основная жизнь протекает при дневном свете. Мне днем нужно носить это платье. Первое, что он мне сказал. Внимание, не преувеличиваю. Хотя все знают мою любовь к ботфорту. Он мне сказал. Стивале альто. И показал высоту сапога выше колена. То есть, ботфорты. Он сказал, что может быть толстый, невысокий каблук. Да. Сказал, что может быть толстый, высокий каблук. Если ты хочешь носить его днем, конечно же, плоский, точнее, плоская подошва, невысокий каблук тоже подойдет. Также он рекомендовал носить с а-ля солдатскими сапогами, грубыми сапогами. Также с ботинками, ботинками а-ля шнуровка, а-ля солдатскими на шнуровке. Анфибио, если я не ошибаюсь, наверное, на итальянском это все называется. И так называемое тронкетто. Но это тоже солдатский сапог, только укороченный. У меня есть такие сапоги. Кто-то, возможно, даже их видел, я делала обзор, но вот когда они у меня не носятся, мне они не подходят. Также он мне сказал, внимание, носить это платье, вот я не знаю почему, но я пришла, померила, действительно, вау, 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 с носком. Он сказал, с карпада джинастика, то есть самые обычные спортивные, спортивная, спортивная обувь, но не кроссовки, а именно вот так называемые кеды, полукеды. И сказал надевать носок. Я померила, действительно, с носком, на мой взгляд, очень-очень классно. Хотя, возможно, я сейчас путаю, он именно кружевное платье рекомендовал мне носить с носком. Да, сейчас я вот исправлюсь. Кружевное платье рекомендовал носить с носком. Но и с кружевным платьем он сказал, что здесь вообще полет фантазии мой не ограничен. Не в том, что касается обуви. Это платье превращается в вечернее, если я надеваю тонкий каблук, если я надеваю сандалы, то есть босоножки, если я надеваю высокий каблук и туфли закрытые. Деколет называется это на итальянском, на русском получается туфли-лодочки на высоком каблуке. И наверх все, что угодно я могу надевать, в зависимости от оказии, опять же, от случая, куда я собралась. Я его спросила сразу, джинсовая куртка? Он мне сказал, да, конечно. Я говорю, а что на ноги? Он мне посоветовал вот такой вариант. Скарпода джинастика, то есть это низкие полукеды получается. И носок очень не рекомендовал. Вот он прямо-таки акцентировал мое внимание на носке. Витрину пинку я часто показываю. И вы видели, что да, там предлагается классическая обувь на каблуке с носком, да, с носком черным. В данном случае я вот недавно буквально делала обзор. Когда я его спросила, это же платье кружевное на верст к йоду, то есть к йоду это мотоциклетная куртка. Он сказал, да, конечно, супер, отлично. А на ноги, что я его спросила, нужно надевать? Он говорит, вот здесь все, что угодно. То есть вот этот комплект, кружево плюс мотоциклетная куртка является, я с ним полностью согласна, на самом деле очень универсальным и полноценным. И за счет обуви ему можно, что называется, перетянуть в тот или иной стиль. То есть я надеваю высокие сапоги солдатские, я буду выглядеть одним способом. И все зависит от того, хочу ли я так выглядеть. Я надеваю даже балерины, я буду выглядеть по-другому. Я надеваю туфли на каблуке, либо без каблука. Я надеваю ботфортом, здесь не важно ботфорты или нет. Потому что не будет видно из-за счет длинной платья, что у меня там надето ботфорты, либо просто классическая высота и сапог. То есть вот на самом деле эта вариация, что называется, на все сто работают просто. Можно менять обувь и получаются совершенно разные образы. Ну и, конечно же, я не могла не спросить, потому что именно так я планировала носить это платье. Я очень люблю сочетание классного свитшота, простого черного свитшота. Очень многие прошлись по моему свитшоту с сердечками. Здесь карты нарисованы, карты-карты, какие-то масти-карты, если я не ошибаюсь. Кстати, это тоже была моя новая покупка на этот сезон. Я купила специально тот свитшот, чтобы записывать видео и не делала обзор. Не знаю, как-то не делала обзор и не делала обзор. Так вот, я очень люблю такие простые свитшоты. Качественные, правда, приходится покупать, чтобы они стирались и выглядели хорошо. Вот с кружевными юбками и с кружевными платьями. По поводу этого платья также хочу сказать, присмотритесь к такому платью. Простому, черному, кружевному, неважно, какого цвета оно будет. Желательно, чтобы оно было темное и, соответственно, было очень хорошей базой, на которую можно нанизывать любую верхнюю одежду, любой другой слой не верхней одежды. Например, кардиган, свитшот, худи, как будет в моем случае. Это платье гораздо-гораздо более функционально, чем юбка, как бы странно это ни звучало. Скоро я запишу видео и покажу, как можно самый длинный кардиган, либо самый длинный, допустим, вот такой, что это получается, джемпер, обыграть и, скажем так, закрепить его, чтобы поменять длину, чтобы сделать его более коротким. С юбкой все проще. Мы в юбку заправили и поменяли длину нашего верха, если в данном случае, как у меня, имеется свитер. А с платьем сделать сложнее, но это можно сделать. И поверьте мне, очень-очень легко и совершенно не затратно. Так вот, это платье, подобного, точнее, плана платья, является базой для меня, универсальной. Так вот, такие платья я люблю всей душой, потому что на самом деле с ними можно создавать любые образы, они мега-супер-универсальны. И в зависимости от того, какой верхний слой одежды мы надеваем, либо какую верхнюю одежду мы используем, мы, в общем-то, можем выглядеть действительно совершенно по-разному, обыгрывая все время одну и ту же вещь. Ну что ж, дорогие зрители, вот такие покупки у меня на сегодня. У меня два супер-классных платья. Могу сразу сказать, что купить платье с бахромой стоило мне некой моей фэшн-смелости. Потому что, когда я его примерила, я, конечно, почувствовала себя черным лебедем из балета «Лебединое озеро». И вопрос, конечно, а буду ли я его носить? И самое главное, буду ли я чувствовать себя в нем комфортно, у меня в этот раз прозвучал. Да, я люблю такие яркие вещи, да, я люблю такие необычные вещи. Но очень часто я предпочитаю их на других, сама же, на самом деле, я уже привыкла. Также в силу того, что я стала мамой троих детей, одеваться несколько иначе. Поэтому я очень рада этой покупке, я очень надеюсь, что обе вещи, что вот это платье действительно очень самобытное, очень необычное, приживется в моем гардеробе каждый раз, когда я его буду носить, я чувствовать себя буду в нем комфортно. Ну и также с кружевным платьем, но здесь я, в общем-то, особо сомнений не имею. Для меня это база-база, я с ней очень хорошо умею обходиться. Чего я вам желаю? Желаю вам совершать такие покупки, которые будут приносить вам действительно радость, чувство, что вы на фэшн-волне. Но и самое главное, чтобы в итоге вам было в этих вещах комфортно, супер-супер комфортно. На этом с вами прощаюсь, это была Яна Скворцова, всем пока-пока.